Здарова! И сегодня у нас The Assembly. Это адвенчура про ученых и их эксперименты. Игра сделана на Unreal Engine и вам как минимум потребуется 4-ядерный процессор с частотой 2,4 ГГц, 4 ГБ оперативки и видеокарта AMD 7700 серии. У меня же игра в Full HD на высоких настройках стабильно выдавала 60 кадров, но если вы планируете играть в другом разрешении, то вас ожидает сюрприз. Игра почему-то сбрасывает эту настройку при первом же удобном случае. Сама же графика довольно средненькая, но если не приглядываться, то в принципе нормально. Текстуры сделаны неплохо, а вот детализация окружения оставляет желать лучшего. А местные персонажи получились малость деревянными из-за странной анимации. Ну, по крайней мере они есть и мы не будем бегать по совсем уж пустой лаборатории. Местный сюжет будет развиваться вокруг двух персонажей внутри секретной лаборатории. Мы узнаем про ужасные эксперименты местных ученых и нам обещают даже какой-то моральный выбор. Но за два часа игры выбор мне так и не предоставили. Хотя сама игра длится 3-3,5 часа и даже обещают разные концовки. Ну, возможно. Сам сюжет получился несколько противоречивым. Мне кажется, в него попытались запихнуть слишком много. Оттого выглядит это как-то скомканно. Ну, сами посудите. От инфузории туфельки и вирусов до компьютерного разума. И все это приправлено попыткой обратить внимание на моральную сторону вопроса. Даже не так. Основное тут – это мораль. А уж над чем они экспериментируют и какую бредовую форму эти эксперименты обретают – дело десятое. В общем, сюжет есть. Вот только перевода на русский нет. Что печально. Местный же геймплей такой же, как и у многих других адвенчур. Локации сделаны правильно, что облегчает поиск ключевых предметов. Головоломки простые, но оформлены хорошо. И единственный момент, который меня удивил – это код для комнаты, который надо взять с номеров клеток животных. Ну, это, конечно, просто, с опытом прошлых игр, но на самом деле это выглядит не совсем логично. И пришло время подвести итоги. Неплохая графика. Сюжет, который может понравиться, хоть и без перевода. И хороший геймплей. Вот и все. Но не все. Я должен сказать, что в последних двух обзорах накосячил с оценкой производительности. У меня на компьютере поселился майнер, на который антивирусы принципиально не реагировали. А он маскировался под Realtek HD Audio и сидел в папке профиля флешплеера. В общем, эта штука не очевидная, когда постоянно играешь в новые игры. И теперь точно все. Всем пока и подписывайтесь, если хотите узнавать о игровых новинках.